чтобы сашка не говорила вообще это очень странная история но нет нету вот никого я не вижу никого и вижу никого не на горизонте хорошо как единственное что остается что он водолаз еще видели следы не буду ничего трогать куда он делся неизвестно загадочное место загадочное место ладно мы будем искать дорогу отсюда и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы решили поехать все-таки найти эти столбичи Это очень страшно, не знаю Дорога жуткая Самая жуткая Саша, ты прям так ахаешь, как на зомби стадо идет Ну да, здесь мы не проедем Ну вот и все С долбичи накрылись Знай эту машину Да Сними, это озеро Нет, не озеро Да здесь нет никого Вот поэтому Нам и нужна другая бибика, чтобы так же не застрять где-нибудь в Грузии Но я думаю На самом деле Мы здесь бы проехали Не, не, не надо Да, дальше мы не проедем Ну Если бы мы были не одни Может было бы попробовать Я не хочу даже пробовать Не надо А вы как думаете, проедем мы тут или нет? Ну там самое глубокое место А дальше Какой ил? Вообще Нету ничего Если мы здесь застряем, то вам не спросим Мужика на Тойоте Которого нету? Ну Он же должен быть Здесь вот ямка Поэтому если ехать То вон там Раз Раз и не выехать Да и там У нас даже заднего Да, у нас нет заднего привода Да Здесь там Я же говорил, проедем Я проехал, а Сашка не захотел со мной ехать Ну прыгай по ветке там А? Только смотри Мягкие места там Чтобы Коросовки не испачкать Как я Наступил Какое-то грязище Аккуратно Не наступай в мягкие места А А А почему нельзя было со мной проехать? Я думала, что застрянула Вот так вот Она думала, я застряну Нам в гору бы заехать А? Нам в гору бы заехать А здесь-то как? Вот туда иди, туда Да, да Вот к пеньку Теперь вот пенек, видишь? Ну сейчас оденешь Теперь вот на бревно лезь И сюда спрыгивай Куда? Вот сюда Я по бревну не смогу Давай, давай Два шага и прыгай сюда вперед А за что держишь? Ни за что Держи равновесие Ни за что? Я не смогу реально Саша Меня вот это слово твое Вообще уже вымораживает Не надо меня снимать, пожалуйста Видишь? А говоришь Не смогу Давай, другие красивые Мы как-то Сашкой Отвозили дочь На море И В Керчи Ездили по местности Вот прям один в один Схожей с этой Такие же горы И какая-то странная Одинокая тропинка По которой мы ездили На арендованной машине Volkswagen Jetta И тоже было очень страшно Мы примерно сейчас В такой же ситуации Вот мы находимся На горе И то, что На фотографиях Которые Сашка показала Нету этой местности С той стороны Вообще дорог нету И здесь Наконец-то появился Небольшой интернет Аж Мы построили маршрут По полю Строят маршрут До ближайшего Какого-то городка Но тут дорога И еще идет вперед И вот мы думаем Стоит туда спускаться Или нет Ты как думаешь? Ты же боялась В прошлый раз У нас вот остался Один вариант Посмотреть С воздуха Дорогу И видимо Мы сегодня опять Не попадаем В Волгоград Потому что Время уже Сколько? Пять? Да Четыре Время четыре-пять Нам отсюда Если мы даже Вот прямо сейчас Стартанем По всем полям Ехать 66 километров До ближайшего города Под названием Камышин Но вроде Букинг пишет Что там есть Какие-то гостиницы Так что Сейчас посмотрим Сверху найдем Лима эти столбики Если нет То мы уже будем Стараться отсюда выезжать А хотели сегодня Две точки посмотреть Но нашли Заброшенную Заброшенную деревню Под названием Топик У меня У меня кто-то Утошил в руку Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Вот что-то вот такое. И, конечно же, я сразу проснулся. Потом Сашка-то ездит медленнее, чем я. Как бы бережет автомобиль. Там вообще везде яма на яме. Мне будет страшно. Яма на яме. Нам в ту сторону. Нам в ту сторону. И мы хотим сходить попробовать местной кухни в городе Камышин. Все. И, наконец-то, завтра, завтра мы надеемся уже точно добраться до Волгограда. Потому что у нас больше точек никаких нету. И два часа от Камышина до Волгограда. Так что завтра уже будем там. Здесь рядом школа номер 17. И выдают займы финансовой помощи, если кому нужна. Но лучше не берите у них. Так, мы правильно идем? Все. Смотри. До еды. Камышин, родина моя. Надпись на доме. Мы пока идем в сторону кафешки, ресторана. Дошли до одного. Оно оказалось закрыто. Там написано «звоните». Но я думаю, от того, чтобы мы позвонили, ничего бы не изменилось. И, конечно, здесь прям так ужасно и уныло. Пускай камышинцы не расстраиваются так сильно, конечно. Но дороги какие-то убитые. Ужасные дворы, в которых мы походили. Вот. Можете посмотреть, какая тут вся ограждение на мост. Те, на мосте, на мосту. Единственное здесь, конечно, плюс, это, конечно, река. Волга. Ну, а что жителям-то от этого ни горячо, ни холодно. Ну, река. Вот парни пытаются что-то там ловить. Мутантов. Мутантов. Отсюда я вижу. На камеру, конечно, не будет видно. Там вот какой-то свеженький застройка. Потому что такие цветные домики. Либо раскрашены, либо это вентфасады. Которые Варламов не любят. Да. В целом, видно, что высоких домов не так много. И мы, конечно же, сами первый раз узнали про этот город. Я узнал буквально вчера. Потому что я думал, что мы как раз заедем переночевать в Камышино. Я посмотрел сцену, но я просто не ожидал, что он такой шикарный. Шикарный. Номер, как номер интернета почему-то у меня на телефоне перед гостиницей есть. Все Wi-Fi дали. В гостинице нет. Ну, Wi-Fi дали. Посмотрим, какой интернет. Все, сейчас подойдем. И надеюсь я, что мы найдем нормальную еду. Вот это вот еще вижу гостиницу Волга. Мы преодолели мост. И вот у нас тут выбор. Мясо, фарш 100 метров налево еще повернуть. Или в какие-то местные кафешки зайти. Здесь мы видим какой-то хот-догер, бородач, Евразия, кубы, курилы. То есть ничего не понятно из названия, кроме хот-догер. Но сосиски мы жрать не хотим. Хочется уже какого-нибудь нормального мяса что-то съесть. Но, в целом, здесь какой-то эпицентр жизни. Вот и гостиница Волга. Вот, собственно, сама Волга. Нет, я думаю, что здесь очень шумно ночевать. Нет, мы же здесь не ночуем. Сейчас мы присядем и включимся. Мы зашли в местную сушилку. Названием что-то там Азия. Евразия. Евразия и наш шеф-борода. И наш шеф хоть куда. Ну, нормальная сушилка. Что, поели? Наконец-то. Мне посоветовали салат с манго и угрем. Он был неплох. Так что, если будете в Камышине, заходите в Евразию и съешьте салат с угрем и манго. Да. Наш сегодняшний день подошел к Анфе. Да. Все наши поиски столбов. Деревень. Деревень. прохождение к Аде по лужам. Мы летели, конечно, по этому полю. Просто на ух. Три или четыре раза я ковырнул с защитой со всего разбега. С защитой Евгения. С защитой Евгения, да. Жека. Вот защита прямо спасает. Она просто какая-то как трактор с этим, с плугом. И, конечно же, резиновая губища оторвалась. И на что самое удивительное, что здесь все нам показывали пальцем. Говорили, что у вас что-то у машины оторвалось. Да. Ну, оторвалось, оторвалось. Номер покажу завтра с утра. Так что всем спокойной ночи. Да. Всем спокойной ночи. И завтра мы, наконец-то, уже будем в Волгограде. Ю-ху. Ю-ху. Все, пока. Пока. Peace, ладно.